Накануне Рождества за Дворцом Спорта Юность открыли ледовый каток, а когда-то и сам Дворец Спорта был местом, где лед искрился от коньков. Об исторических для Запорожья событиях далее в сюжете. 7 января 1979 года стартовал чемпионат Советского Союза по фигурному катанию. Лучшие фигуристы СССР соревновались на льду Дворца Спорта Юность. В те времена фигурное катание было очень популярным, и настоящим подарком для многих была возможность увидеть воочию легендарных тренеров и спортсменов. Посчастливилась гендиректору телеканала «Алекс» Анатолию Пивненко. Работавший в то время в газете «Комсумолыця Порижа», он стал заместителем руководителя пресс-центра чемпионата. История осталась в воспоминаниях и на фото. На этой мисс чемпионата Наталья Линничук, а на коллаже «Все звезды вместе». Роднина и Зайцы, Сережа Четверухин, Лена Водорезова. Вот сейчас эти имена уже для многих из молодого поколения кажутся уже каким-то давно забытой историей. Но это то, с чего начиналась мировая слава советского фигурного катания. Я хотел бы подчеркнуть, что я со многими общался лично в разговоре. Это были простые люди. У них не было еще звездной болезни, как у нынешних звезд. Красочный чемпионат грациозных фигуристов стал настоящим праздником. Дворец спорта был заполнен многотысячной зрительской аудиторией. А вот как выглядит юность сегодня. Ремонт здания затянулся на неизвестный срок. «Я хочу, пользуясь случаем, еще раз обратиться к нашему мэру, к депутатам. Люди добрые, отдайте дворец спорта в руки собственника, который болеет за спорт, который сделает с этого дворца спорта конфетку. Это будет подарок для жителей нашего города. И будет там и гандбол, и волейбол, и баскетбол, и даст Бог фигурное катание. Это будет праздник для всех». Остается надеяться, что в новом году городские власти дадут шанс дворцу спорта юность обрести новую жизнь.